Добрый день! Мы сосредоточимся на уротелиальных раках. Уротелиальный рак – самый частый вариант рака мочеводелительной системы. Он составляет порядка 90% всех раков мочевого пузыря. При этом подавляющее большинство из них – это неинвазивные формы, но больше половины из них рецидивируют и до четверти прогрессируют до мышечно-инвазивных форм. И это неизбежно создает необходимость поиска маркеров, которые позволят предсказать неблагоприятное, в первую очередь, течение этой опухоли. Это гетерогенное образование, очень однородное, в отличие от того, что можно представить, исходя из его названия. Существует масса гистологических вариантов. Они имеют различное влияние прогностическое, в первую очередь. Но чаще всего мы встречаемся с так называемой гетерологической дифференцировкой в банальном уротелиальном раке. Это может быть плоскоклеточная, глондулярная, трофобластическая дифференцировка. При этом зачастую значение этих изменений недооценивается, хотя на сегодняшний день есть данные, что наличие и степень выраженности, то есть та площадь, которую эти гетерологические элементы занимают, является фактором неблагоприятного прогноза. Кроме того, нужно помнить о том, что может быть дифференцировка мюллерового типа. Это может создавать сложности при дифференциальной диагностике со вторичным поражением мочевого пузыря, либо мочеводелительной системы. Коснёмся немножечко генетики, потому что фенотип – это проявление генотипа, и это то, на что мы можем влиять сейчас при помощи таргетных препаратов, отчасти при помощи иммунопрепаратов. На сегодняшний день наши знания довольно обширны в этой области. Мы знаем, что они могут быть в разной степени выраженности, эти повреждения, как потери участков генома, в первую очередь те, которые кодируют антионкогены. Это и CDKN2, который кодирует белок P16, и ПТН – негативный регулятор, и белок ретинобластомы, и P53, часто вовлечённый в патогенез уротелиальных раков. Кроме того, может быть увеличение копийности различных генов и ERBB2, который кодирует белок HER2, всем известный, и циклин D1 – регуляторы клеточного цикла, и также MDM2, который часто встречается при неэпителиальных опухолях. Существует ряд канонических путей патогенетических, которые задействованы в патогенезе большинства уротелиальных опухолей. Один из них – это FGFR3, который также вовлекает RAS-сигналинг. Характеризуется наличием активирующих мутаций и часто встречается в неинвазивных и в папиллярных образованиях. Кроме того, часто возникают перестройки в гене PI3K, АКТ-МТОР, которые свойственны не только почно-клеточному раку, но и уротелиальному раку, и также могут служить мишенью для таргетной терапии. Что касается P53, это частая поломка для многих злокачественных опухолей и, безусловно, встречается при уротелиальных раках на разных этапах развития. Если посмотреть на уротелиальные образования, их можно разделить на две большие группы – это папиллярные опухоли и плоские опухоли. Если мы обратимся к патогенезу уротелиальных образований, то также мы видим такое дихотомическое ветвление. Есть первоначальная генетическая поломка, как правило, это делекция 9-й хромосомы. И в зависимости от того, какие следующие присоединяются генетические нарушения, у нас развивается опухоль по одному рукаву. Если это FGFR3 мутация, либо мутации в генах РАС, то через гиперплазию, через экзофитное папиллярное образование, которое может по мере накопления мутаций прогрессировать вплоть до инвазивных форм при потере уже регуляторов антионкогенов. Либо изначально на ранних этапах может возникать мутация в гене P53, что характеризуется ранним развитием дисплазии в уротели. Как правило, это плоские образования, которые при потере также белка ретинобластомы прогрессируют до карцинома инситу, которые неизбежно прогрессируют в мышечно-инвазивные формы рака, которые, к сожалению, могут вторично приобретать мутацию в FGFR3, но в данном случае она может иметь прогностическое значение. Таким образом, наши данные накапливаются, и хочется как-то опухоли стратифицировать и группировать, в первую очередь, конечно, по прогностическим параметрам. И ранние исследования позволили разделить уротелиальные карциномы на два больших подтипа – это люминальные и базальные, которые, видите, существенно различаются по показателям выживаемости. Но все не так просто, данные накапливаются. На сегодняшний день есть разные системы. Вот одна из них, которая делит уротелиальные карциномы на семь различных подтипов по профилю экспрессии генов. И каждый из них, собственно, имеет определенное прогностическое значение. Это показатели выживаемости. Неудивительно, что базальные подтипы – это плоскоклеточно-подобный подтип или урабазальный B – они имеют худшие показатели выживаемости, в отличие от люминальных. И, в принципе, мы можем при помощи молекулярных методов выявлять эти предикторы на ранних этапах развития образования, но это сложно и дорого, поэтому неизбежно пытаются найти какой-то более простой путь и пошли по аналогии с раком молочной железы. И вот эта схема в классификации ВОЗ, действующая с 2016 года издания, которая предлагает набор иммуногистохимических маркеров для того, чтобы подразделить опухоли на базальные и люминальные варианты, таким образом сориентироваться относительно возможного течения заболевания. Кроме того, последние данные добавляют еще к этим двум группам так называемую инфильтрированную подгруппу, которая характеризуется более выраженной степенью иммунной инфильтрации опухоли и, вероятно, является более чувствительной к иммунотерапии. Вы видите, она, в отличие от предыдущих двух вариантов, характеризуется отсутствием как базальных, так и люминальных маркеров, то есть существенно отличается по своей биологии. Это довольно простая схема, но, тем не менее, она на сегодняшний день не показывает сопоставимой, скажем, с системой, используемой при раке молочной железы, эффективности. Поэтому не получила пока широкого распространения. У нас есть уже однозначные данные о том, что прогностическое значение у молекулярного подтипа, можем мы его суррогатно определить или нет, есть ли предиктивное значение. Имеет ли смысл биться за это и пытаться их классифицировать на хотя бы раннем мышечно-инвазивном этапе. Если мы возьмем МРНК-анализ, то можно подразделить на две большие группы. Это на люминальные и базальные, которые тоже являются неоднородными, и они могут быть подразделены на основании, в том числе и отчасти, иммуногистохимических параметров на большие группы. Однако вы видите, что люминальные, которые составляют около двух третей всех уротелиальных раков мышечно-инвазивных, тоже не являются однородными и могут быть подразделены еще на три группы, что сделать при помощи иммуногистохимии на сегодняшний момент времени не представляется возможным, но они существенно отличаются по своей чувствительности, в том числе и к терапии. Так, люминальный, популярный вариант характеризуется, как правило, прогрессией из популярных образований мочевого пузыря, имеет большую степень дифференцировки, то есть это более зрелые образования, зачастую они характеризуются наличием МФГФР-3 мутации, и ингибиторы этого белка могут быть использованы в терапии, но в силу своей определенной зрелости вероятность опухоли нечувствительны в достаточной степени к неодювантной химиотерапии, и поэтому в таком случае более эффективной стратегией является раннее выполнение цистоктомии. Также люминальные фенотипы имеют опухоли с определенной степенью иммуноинфильтрации строма, они имеют положительные иммунологические параметры, в том числе и экспрессию PD-L1, и в них эффективные ингибиторы контрольных точек. Базальные ипотипы характеризуются, как правило, низкой степенью дифференцировки, развиваются из плоских образований, из карциномы инситу, характеризуются наличием альтераций в гене П53, и это группа, которая получает наибольший эффект от неодювантной именно химиотерапии, и при наличии выраженной экспрессии иммунологических маркеров от иммунотерапии. Поэтому, конечно, бороться есть за что. Следующий этап – это, безусловно, найти более простой и доступный способ подразделения на эти группы. И PD-L1 – это один из этих маркеров, которые широко сейчас входят в нашу жизнь. Дела Ром Хамбидровна показала, насколько сейчас продвинулись успехи иммунотерапии в плане лечения уротелиального рака, и диагностика не стоит на месте. Существует несколько маркеров. Не зря для, скажем, системы DACA, которая разработана под пембролизумаб, и для атезолизумаба, для которого используется система на платформе Винтан, существуют разные пороговые значения. Потому что это разные антитела, они разрабатывались изначально к разным эпитопам. 22C3 Даковский разрабатывался для выявления PD-L1 на поверхности опухолевых клеток, а SP-142 на платформе Винтана сразу разрабатывался для выявления иммунных клеток. И по мере развития подходов к тестированию уротелиального рака было показано, что оценка иммунных клеток, их количество, либо интегральная оценка количества опухолевых и иммунных клеток более эффективна, чем изолированная оценка доли позитивных опухолевых клеток. Поэтому появился такой маркер, который называется CPS. Это не какой-то отдельный тест, это лишь вариант подсчета реакции с антителами к PD-L1. То есть когда патолога просит сделать реакцию на PD-L1 и отдельно просит сделать CPS, это не два разных теста, это один тест, просто разные механизмы интерпретации его результатов. Это такой зверь определенный, потому что на самом деле это безразмерная величина. Она предполагает отношение количества позитивных опухолевых клеток и мононуклеарных иммунных клеток, это лимфоциты и макрофаги, к общему количеству живых опухолевых клеток. То есть эта величина может значительно превышать 100, но она всегда округляется до 100. То есть 100 – это потолок, и из-за такого артифициального округления у этой величины нет единицы измерения. И вот для SP-142 пороговым значением является 10, для SP-142 10, для 22С3… Нет, для SP-142 сейчас является 5, для 22С3 остался порог 10 по уже недавним обновлениям. Кроме того, вообще, в принципе, в репорте следует отдельно указывать количество позитивных опухолевых, отдельное количество позитивных иммунных клеток, чтобы можно было использовать эту информацию более эффективно, а не просто индекс CPS. То есть это один из параметров, который должен быть указан в заключении морфолога по этому тесту. Ну, PD-1 не показывает линейной зависимости между уровнем экспрессии и эффективностью иммунопрепаратов, поэтому продолжается поиск других дополнительных, либо, может быть, более эффективных маркеров, в том числе и предиктивных маркеров эффективности иммунной терапии. Сейчас активно набирают обороты в изучении доли опухолиинфильтрирующих лимфоцитов, но, как и во многих других локализациях, есть очень разные данные, что имеет значение именно общее количество лимфоцитов, количество определенных подгрупп лимфоцитов, цитотоксических, дорегуляторных, поэтому в этом отношении все-таки еще каких-то устаканившихся рекомендаций нет, мы находимся на этапе накопления данных и формирования рекомендаций по оценке этого маркера. Но зависимость между мутационной нагрузкой, количеством лимфоцитов и экспресс-епидель-1 существует определенной, потому что опухоли можно подразделить на так называемые холодные и горячие, в зависимости от мутационной нагрузки, от степени иммуногенности, от степени стимуляции иммунной системы. И это все сейчас входит в нашу жизнь, и я думаю, что в скором времени появятся рекомендации, которые позволят планировать терапию, в том числе на основании этих данных. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.